Книга «Открытым оком», том 6, тема работа, вопрос 1592. «Почему вы не советуете отдыхать днём лёжа?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Потому что это не только не полезно, но почти всегда и вредно для здоровья. Для последующей ночи будет бессонница, будет болеть голова. А главное то, что жизнь слишком коротка. Так одну треть приходится отдавать кровати и её приборки». Притча 6, 9, 11. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придёт, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Прилёг, и уже разбойник стоит рядом и шарит у тебя за пазухой. «Воображение тебе не помогает это видеть, но немного, вроде бы, и ничего не значит. Как бы не так». Сирахова, 21. «Ни во что ставящий малое, мало-помалу придёт в упадок». Притча 24, 33. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь». Притча 6, 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Самое большее, на что можешь посигнуть, это прислонись спиной и головой к стенке. Подремли или засни, сидя на стуле, но никак не более двадцати минут. Всё. Далее это уже поплыл по прихоти платяшки своей. Она в гроб и вгонит, ибо сон есть прообраз смерти». Ефесянам 5, 14. «Посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос». Притча 24. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Каждый день можешь видеть подобие своё, входя в дом и выходя». Притча 26, 14. «Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Подчёркивается, на постели, поэтому и не ложись. А если на ночь лёг, то сон должен быть в усладу, и тебе не придётся ворочаться. А как ладонь под голову подложил, так и не шелохнувшись утречком и соскочишь, отпечатав на щеке свою подушечку трудовую. Днём спать преступлением считает Иоанн Златоуст. «Говоря, что святые по ночам молятся, а днём на физических работах подвизаются. Они ночь превращают в день, так сурова жизнь бодрствующих ангелов во плоти. А ты, ленивец, день превратил в ночь, смежив синие веки свои, опухшие от переспанья». Притча 26, 16. «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». В житиях часто подчёркивается, что такой-то из них никогда не ложился, а спал или стоя, или опёршись на что-то, или иные способы придумывали, чтобы только вообще никогда не ложиться. Я к этому не призываю, но утверждаю, что днём спать не полезно, если, конечно, ты не больной по-настоящему, с переломом или после операции. Когда человек дремлет, спит, то он ничего не понимает, не научается, беднеет, а погибель его рядом бодрствует. 2 Петра 2, 3. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Сирахова, 22, 7. «Поучающий глупого то же, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего от глубокого сна. Рассказывающий что-либо глупому то же, что рассказывающий дремлющему, который по окончании спрашивает, что…»